Мы вызываем вдохновение. Так звучит слоган волонтеров культуры. Это команда поющих, танцующих, да и в целом тех, кто связан с миром искусства, мысленно или на деле. Это одна из самых молодых добровольческих организаций региона. Официально ей два года. Самое время, я думаю, заявить о себе и рассказать, что мы есть в Орле, мы готовы работать, сотрудничать со всеми организациями. Форум стал своеобразным «Спасибо» в адрес друзей и партнеров, а их удвижение не сосчитать. Подписан договор о сотрудничестве и с Орловским институтом культуры. Один в поле не воин. Это четверостиш или нет? Нет. Потому что Маяковский написал и дальше. Один в поле не воин. Каждый сильный ему господин и даже слабый, если двое. А волонтеров культуры в этом поле уже около ста. Есть те, кого на мероприятия пока привозят родители. Среди юных участников движения девятиклассник Даниил Шмельев. В волонтерах культуры он около года. Парни учатся еще и в музыкальной школе. Волонтерское движение может научить и привить, во-первых, это дружелюбие. Во-вторых, это работа в команде. То есть мы команда. И, конечно же, продвинуть в плане культуры. Этим мы занимались на следующий день после официальной части на большом обучающем мероприятии. Шесть спикеров, восемь часов общения. А всего за два года в календаре волонтеров культуры отмечены десятки событий. Активисты превращались в новогодних волшебников, устраивали детям праздники и фотосессии, помогали на спортивных мероприятиях. Всего не перечесть. Кто дарит добро, тот получает в сердце добро. Помогайте людям, дарите людям добро. Вам вернется, может быть, не сразу, может, попозже. У вас в жизни это все вернется. Вот и к волонтерам культуры в прошлом году она вернулась в виде награды «Добро-57». Активисты встроились в цепочку акций «Помощи. Мы вместе» и отправили не один гуманитарный груз участникам СВО. Екатерина Головина, Арина Волкова, телеканал «Первый областной».